всем привет сегодня любителям батареек а точнее любителям самодельных батареек я расскажу о том как с помощью карандаша и фольги от фантика конфет можно сделать настоящую действующую батарейку для того чтобы нам сделать эффективную батарейку потребуется вот такие карандаши лучше выбрать карандаши с толстым стерженьком обязательно смотрите чтобы это был карандаш не цветной а вот такой вот простой дело в том что грифель хорошо проводит ток а именно проводящий грифельный стержень нам потребуется для того чтобы добраться до грифельного стержня я сломаю наш карандаш с помощью пассатиж делайте это аккуратно так чтобы стержень не сильно разломился иначе батарейки получатся слишком маленькие разломав карандаш я достану из него грифельные стерженьки это довольно просто вот два кусочка грифельного стержня которые потребуются нам для создания батарейки дальше нам потребуется активный элемент что это такое активный элемент это собственно говоря то вещество а точнее металл который при химической реакции будет вырабатывать электричество химическая реакция в домашних условиях будет самая простая это фантик алюминиевой фольги и соль в растворе либо уксус в растворе давайте сделаем основные элементы из фантика для фольги с помощью ножниц мы вырезаем квадратики по размеру наших кусочков стержня это сделать легко немножко меряем большая точность нам не нужно и так два кусочка фольги у нас готовы из куска туалетной бумаги можно использовать и газету и салфетку мы вырезаем аналогичные квадратики лучше всего если квадратик туалетной бумаги будет перекрывать размеры фантика фольги примерно вот так теперь мы на наш грифелек все это аккуратно наматываем бумажной стороной грифелю загнув фольгу мы закрепляем на грифеле все наши элементы дальше нам потребуется проводничок можно конечно использовать провода но если под рукой проводов не оказалось можно из той же фольги скрутить вот такую колбаску с помощью этого проводника мы будем соединять конструктивные элементы нашей батареи для того чтобы все не развалилась я использую нитку слегка обматываю и наша батарейка по сути дела готова для того чтобы продемонстрировать ее работу мне потребуется уксус и солевой раствор а для того чтобы демонстрация была наиболее эффективной я изготовил аналогичным образом еще несколько таких элементов теперь я покажу как их соединить в единую батарею чтобы запитать что-нибудь таким образом я сделал 4 гальванических элемента с помощью грифеля от карандаша и фольги от фантика к конфеты теперь предстоит довольно сложная задача мне надо соединить с помощью вот этих самодельных проводков все мои элементы для этого каждый проводочек я соединяю с выходом графитового стержня желательно чтобы провод не касался вот этой вот бумаги поэтому я ее сдвигаю ногтем сделаем эту трудоемкую и сложную операцию вот теперь моя батарея из карандаша в сборе и можно приступать к испытаниям для того чтобы моя батарея заработала надо добавить раствор соли или лучший уксус тогда батарея будет работать более эффективно я добавляю раствор уксуса лить надо аккуратно чтобы пропиталась только туалетная бумага и не было замыканий ну а теперь самое интересное я подключу в нагрузку к этой батарее зеленый светодиод он конечно маломощный но и батарея у нас не профессиональная а любительская я касаюсь корпуса первой батареи и грифельного стержня последний как видите батарейка работает конечно лучше такую батарею было бы обмотать скотчем и запаковать в более благородный корпус но это лишь принцип работы экспериментальная установка которая может послужить вам как прототип давайте еще раз запитаем светодиод батарея работает и неплохо справляется со своей задачей а теперь как полагается по науке мы измерим параметры нашей батареи итак на выходе мы имеем напряжение около 3 вольт этого напряжения вполне хватило для того чтобы дарил светодиод светодиод измерим ток ток слабый сотня микроампер но этого вполне достаточно чтобы светодиод светился на этом все надеюсь вам было интересно сделать такую миниатюрную батарейку для демонстрации дома вы всегда сможете всем хорошего настроения пока 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 не пока не